Всем привет, уважаемые друзья! Вы на канале Slovat United, меня зовут Эмиль и очередной эксперимент у нас на канале. Антон Чейз недавно записал видео, что будет, если дать Нью-Каслу огромное количество денег. Ну там он сам вручную перетащил звезд в команду, а у нас эксперимент будет такой более классический, где мы дали Нью-Каслу просто огромное количество денег. Ну, как вы видите, здесь 992 миллиона на балансе, плюс на трансфер 918 миллионов, зарплатный фонд тоже огромный, щедрый, богатенький дядя, в общем, все как вы любите. Ну и мы посмотрим, будет ли этот Нью-Касл чего-то добиваться, будет ли он вообще кого-то покупать, будет ли он как-то развиваться. Досимулируем до окончания сезона, 19-20, и там уже дальше будем смотреть по покупкам. Итак, первый сезон Нью-Касл с большими бабками, занял только 16 место из 20, но не выглядел и на том спасибо, все-таки состав там изначально у команды не очень сильный. Ну и по ходу сезона был уволен главный тренер, пришел Марсел Бьелса, пришел на зарплату 50 тысяч евро в неделю. Зарплата такая, достаточно солидная. Юрген Клоп зарабатывает 205, конечно, до Клопа пока далеко, но если сравнивать с Эдди Хау, например, он до 70 зарабатывает. Но все-таки нет, Нью-Касл не особо переплачивает главному тренеру. И, ну-ка посмотрим, Кикис, ну вот, Кикис Санчес Флорес зарабатывает меньше. Так что, ну такая, я думаю, средняя запешка у главного тренера нового, у Марсела Бьелсы. Ну а Стив Брюс был уволен еще в ноябре. А вот оно что, то есть Бьелса уже так достаточно много работает. И у него, ну, больше, конечно, значительно больше поражений. 8 побед, 2 ничьи, 13 проигрышей. Число 8 здесь разглядеть практически нереально, потому что все очень плохо видно. По трансферам 40 миллионов было потрачено на Джо Линтона, бразильского форварда. Я не знаю, почему он стоит таких, таких бешеных бабок. Потому что по скиллам это абсолютно, абсолютно средний нападающий вообще. То есть никаких тут супер скиллов я не вижу. Я думаю, что наверняка можно найти более качественного игрока за такие деньги. Ну реально, что у него, координация, хорошая выносливость, все. Притом, что человек играет только на одной позиции. Какие тут вообще могут быть вопросы? Ну да, 9 голов, 3 голевые передачи. Но это все равно не игрок 40 миллионный. Вот за 18 миллионов Алан Сен-Максимен перешел. И то он обладает какими-то характеристиками. Классный, супер классный дриблинг. Скорость, ускорение, ловкость, все у него это есть, импровизация. И тоже ему 23 года. Я понимаю, если по этому Джолинтону было 20 лет. Да, может быть, супер вундеркинд и так далее. Но это обычный игрок. Зачем отваливать за него такие деньги? Так, ну вот шведского крайнего защитника взяли. Ничего в нем особенного. Ну он и стоит, по крайней мере, 5 миллионов. Ничего особенного. Плюс были взяты какие-то бесплатные игроки из Арсенала и Челси. Ну это скорее для дубля. Потому что вряд ли можно предположить, что эти люди будут играть в основе. Из таких более-менее известных в аренду на левый фланг обороны Джетро Уильямс. Валентин Лазара в аренду из Интера. И Дэнни Роуз из Стоттенхэма. Ну вот в этом плане, конечно, неплохо так поработали. В Нью-Касле. Айоза Перес при этом был продан в Лестер. Вот логика, да. Продать Айоза Переса и взять вот этого Джолинта. Ну почему Айоза Переса 23 миллиона всего продали. Федерико Фернандес тоже продан. Центральный защитник достаточно неплохой. Ну и так. Хоселу. Ну Хоселу медленный, конечно, совсем. Его уж здесь никак нельзя называть топ игроком. А Шраф Лазар отдан в аренду. Куплен Лазаро. То есть вот все-таки какой-то Лазаро нужен. А кстати, шведы этого крафта отдали в аренду в Монпелье. В общем, пока никаких сенсационных трансферов. Может быть, летом Нью-Касл что-то изменит. И мы с вами это увидим. Итак, 7 сентября 2020 года. Нью-Касл подписывает Собосла венгерского игрока за 52 миллиона. Ну и затем несколько таких трансферов менее крупных. Тири Корея молодой португальский крайний защитник. Харис Сеферович опытный центр-форвард. Эрик Ламелла из Тоттенхэма за очень низкую сумму. За 13 миллионов, за 14 миллионов. Ламелла, конечно, медленный. Но в центре под нападающим он может, конечно, сыграть. Видмер, крайний защитник правый, очень хороший. Альфред Ндиае за 10 миллионов. Опорник Сенегальский из Аль-Шабаба. Ну, Валентина Антов за 6. Тут уже, конечно, остальные футболисты, они не звезды. Но такие, может быть, где-то молодые, перспективные игроки. Где-то, ну, как, например, Данила Катальди. Ну, возможно, на фри-агенте никому он не был нужен. Они подобрали. Но Нью-Кассел идет на 19-м месте. На предпоследнем со всеми этими трансферами. И если поражение от Челси там еще можно как-то объяснить силой состава соперника. То проиграть Норвичу, Ноттингем, Форесту, который только что вошел в премьер-лигу из чемпионшипа. И Бормуту? Это жестко. Ну, и ничья с Ливерпулем. Я выразил, что единственный плюс этого сезона. А так лидирует то Норвич. Или, как бы сказал Александр Елагин, НОРИЧ! НОРИЧ лидирует, и Бирмингемская Астон Вилла дышит ему в пятки. Футбол-менеджер 2020 можно легко приобрести дешевле, чем в Стиме. Для этого переходите по ссылке под видео. И не забывайте обводить промокод словат Юнайтед, который даст вам дополнительную скидку. Ну что, как оказалось, дело было не в тренере. Второй сезон, и супер богатый Ньюкасл умудряется вылететь. Восемнадцатое место. Ну, естественно, Марселло Бьелса уволен. Назначен менеджером Кристиан Стеллини. Но я так чувствую, здесь одним назначением Стеллини не обойдется. Бьелсу уволили в декабре. Ну, с того момента Стеллини мало что смог исправить. Ну, у него, в принципе, 33% побед. У Бьелса было 25% побед, а у Стива Брюса 26%. Ну, может быть, Стеллини будет тем тренером, который через чемпионшип сумеет очистить Ньюкаслу. Причем за сезон клуб потратил 197 миллионов на покупку игроков. Ну, как можно вылететь, потратив столько денег? Я не говорю там, чтобы выиграть чего-то. Ну, чтобы вылететь с таким составом Харри Уинкс, Ламелло, Сеферович. Блин, это мощные люди, в принципе-то. Как это вообще вяжется, я не понимаю. То Синадерабио взяли. Центрального защитника за копейки очень хорошего. Но вылетели. Просто я в шоке, реально. Ну, в избытке денег, а купить никого не могут. И в этом, кстати, реально большая проблема, потому что, ну, вот, Чейз там провел эксперимент, всех звезд просто вручную туда перевел. А в реальности это трудно, закупиться топовыми игроками, сколько бы они ни стоили. Просто многие не захотят идти. И плюс в Англии такая лига, что вот, имея даже мощный состав, Ньюкасл ничего не смог сделать. Просто взял и вылетел. Хотя, ну, допустим, сколько потратил тот же самый Шеффилд, 37 миллионов Шеффилд потратил. То есть в разы меньше. Тем не менее, вот, Ньюкасл отправляется в Шип. И мы теперь будем следить за Ньюкаслом в чемпионшипе. Ну что, похоже, они в деньгах счастья, а умение их тратить. Потому что Ньюкасл только на седьмом месте в Шипе пока идет. Конечно, сезон еще только начался. И, я думаю, будет время у Сорок все исправить. Ну, давайте поглядим на их трансферы. 11 миллионов потратили на 175 на продавали. Ну, по сути, всех, кого накупили, они распродали. Ну, на Сан-Максимене им удалось сделать плюс, потому что за 21 миллион купили, за 56 удалось продать. Ну, и так, в общем-то, со многими футболистами пришлось расстаться. Кого-то купили. Например, Кирана Трипье. Ну, Трипье уже много лет. Макс Сейлор. Хорошо, что не Сейлор Мун. Ну, и Михал Карбовник. Игрок, кстати, молодежной сборной Польши. Вундеркинд. Ну, это так. Кто смотрит новую карьеру, тот понимает, кто это такой. Собственно, Харри Уинкс остается в составе. Катальдин, Диае, Фабиан Шер, Трипье. Ну, состав, в общем, Альмирон. Достаточно неплохой. Плюс есть еще люди типа Шона Лонгстаффа. И его брата Мэти Лонгстаффа. Поэтому состав у Ньюкасла на то, чтобы выйти в АПЛ есть. И деньги, деньги тоже есть, деньги в избытке. Ну, что, друзья, Ньюкасл чемпион, чемпион Шипа. Вот такой титул получает команда после сезона 21-22. Ну, и, собственно говоря, повышается. Может быть, этот заряд с огромным финансированием поможет клубу купить настоящих звезд. Смотрим на детали, смотрим на финансирование. Ну, оно по-прежнему в порядке. То есть, здесь 703 миллиона на балансе. Щедрый, богатенький дядя продолжает отцепать деньги. И вот поглядим, как команда будет укрепляться вот в этом межсезоне. Очередной сезон стартовал. И Ньюкасл после пяти игр имеет всего одно поражение. В пассиве три ничьих, в том числе с Арсеналом и Монсити. И одну победу над Фулхемом. Одиннадцатое место. Ну, серединка таблицы. Может Ньюкасл подняться вверх, может опуститься вниз, может остаться. Кто знает, как это будет. Стеллини продолжает командой руководить. Ну, и давайте посмотрим на переходы, которые были совершены в этом межсезонье. Самое крупное приобретение. Тейлор Хэрвуд Беллес. Англичанин. Центральный защитник Вундеркин. 20 лет. Хорошее приобретение на перспективу. Джек Стейси. Бормут. Правый защитник. Англичанин. Тоже крепенький. Интересный. Дэни Дженкинс. Левый защитник Валиец. Ориген. Ну, выглядит круто. Что я могу сказать. Своих денег, наверное, стоит. Ребен Робертс. Атакующий центральный полузащитник. Не знаю, по какой тактике играет. Ну, странно. Играют без центрального атакующего полузащитника. Но зачем-то его покупают. Ну, не нам судить. Не нам играть, как говорится. Пусть там Стеллини сам разбирается, с какими игроками ему удобнее. Ну, и куча бесплатных футболистов. В их числе Илайкс Мориба. Между прочим, очень супер Вундеркинд. Как он бесплатно-то перешел. Почему Барселона с таким контракт не продлила? Прям топчик же. Бертран Трауре из Леона. Тоже интересный вариант. Вот, кстати, так, Базора взяли. Мне интересно, Мориба играет. Играет. Два гола уже забил. И прям реально тащит Нью-Касл. Очень интересные молодые игроки есть в составе. Это и центральный защитник Харвард Белес. И вот этот вот Мориба. На них можно построить очень неплохую команду. И посмотрим, что будет в середине сезона. Вернее, что будет уже в конце сезона. Как Нью-Касл его завершит. Сумеет ли он хотя бы в Еврокубке попасть с такими огромными деньгами. Итак, друзья. Очередной сезон Нью-Касла позади. Что мы видим? Тринадцатое место. Это потолок, которого удалось достичь клубу. Ну, по-прежнему возглавляемому Стеллини. Не очень все хорошо. Да, там периодически обыгрывается арсенал. Финансирование в избытке. Ну, вроде бы все должно быть хорошо. 166 миллионов тратится. Но результата нет. МНЛ Вигнато или Виньято подписан. Смит Роуф подписан. А что толку-то? Где результат? Игроки не слабые. Если посмотреть на стартовый состав Нью-Касла. Ну, надо понимать, да, что эта команда играет в премьер-лиге. И чтобы здесь попадать в Еврокубке, нужны не такие игроки, а куда более сильные. Но с таким составом побороться за, хотя бы побороться за место в верхней части таблицы, ну, по крайней мере, живому игроку было бы под силу. Другое дело, что привлечь в эту команду сейчас каких-то других футболистов невозможно. Потому что из-за репутации сюда не едут. Репутация у Нью-Касла упала. Была 7000 в начале эксперимента. Сейчас 6902. Не знаю, сможет ли эта команда чего-то добиться. Потому что явного какого-то прогресса мы не видим. Мы видим, что он топчется на месте. Что там, ну, 13-е. Ну, давайте, ладно, еще сезончик промотаем. Чтобы уж убедиться в том, что они никого не купят. Кабы не вылетели. Начало очередного сезона для Нью-Касла не обнадюживает. Да, они, может быть, хотели сыграть как Арсенал. Ну да, они играют вровень с Арсеналом. После четырех играми четыре очка. Ну, Арсенал любит цифру четыре. Арсенал тяготеет к цифре четыре. Нью-Касл нет. Поэтому для Нью-Касла после четырех играми четыре очка это скорее позор. И давайте посмотрим, кого эти ребята купили. Кристиан Стеллини продолжает доблестно тренировать сорок. Мне кажется, даже если бы это были какие-то птицы-сороки, они бы уже играли лучше. Но давайте смотреть историю. 74 миллиона потрачено. Борно Соса. Ну, Соса, конечно, нужно было купить Сосу. Чтобы это был символ такой, чтобы мы проиграли. Потому что Соса. Жалко, что продали Пидразу. Потому что они бы с Сосой очень хорошо, наверное, гармонировали бы. Соса и Пидразу. Вот так вот. Ну, Роберта Гумны купили. Чтобы уж конкретно в Гумно вляпаться, видимо. Ну, Баптиста Санта-Мария здесь как-то выбивается со своей фамилией. Чидози Адесина. Из Кристал Пелоса. Ну, знаете, звучит как какая-то болезнь. У вас Чидози Адесин. Ну, здесь, видимо, эта болезнь связана с полным отсутствием технических навыков. Атакующий правый полузащитник. Я, честно, бомж карьеру. Я думаю, что он даже в Анжи бы не факт, что провился в основу. А если провился бы, то... Ну, так, со скрипом. Панаше Мапфумо. Вот такого. Ну, это тоже получше, конечно. Владимир Фернандеш. Владимир Фернандеш. Я, конечно, сталкивался с русскими фамилиями, с кавказскими именами. Какой-нибудь там Багаудин Орлов. Владимира Фернандеша я еще не видел. Интересно, он наполовину русский, что ли? Да нет. Ну, понятно, что Фернандеш португальская фамилия. Владимир, это, видимо, имя из Гвинеи Бесао. Потому что второе гражданство у человека Гвинеи Бесао. Меняющий мнение. Ну, я не знаю, Владимир Фернандеш это тот человек, который поможет или нет клубу. Но, в любом случае, ничего хорошего. Ничего хорошего. Пол пришлось продать вместе с Пидразой. И поэтому, конечно, у Нью-Касла все не очень хорошо по части трансферов. Но нельзя купить нормального нападающего. До сих пор у них Сеферович, там, 31-летний, бегает. Ну, купите вы человека в нападении. Денег у вас жопой жуй и пережуй. Понимаете? То есть, видно, что нападение это даже не Ахиллесова питает. Ахиллесова, блин, подмышка какая-то уже для Нью-Касла. В которую так и норовит залететь муха или копье. Не важно что. Ну, просто... У них Сеферович пожилой играет. Да. Ну, есть еще вот, конечно, есть еще по нашему Апфуму. Но он нападающий тоже такой себе с завершением 9. Ну, купите нападающего. Может, в этом ваши проблемы? Не задумывались? Нет? Ну, может быть, зимой задумаются. Ну, здесь начался опять круг страданий для Нью-Касла. Ну, в этот раз, конечно, они боролись до конца за то, чтобы остаться. Не хватило одного очка. Но вот роковое очко, и Нью-Касл снова летит. Со своими огромными баблищами в Пердив. Вахид Холиходжич теперь тренирует команду. Босниет, 71 год. Характер идеалист, который умеет использовать замены. Ну, видимо, предыдущий менеджер-то замены использовать не умел. У него состав умирал по ходу матча. И он даже никого не заменил за весь сезон. Да, действительно, просчет. Ну, Борна Соса, как я уже говорил, это будет просто эталонный человек для сезона Нью-Касла. Ну, вот распродать им остается только людей. И опять снова вылетать. Вот так вот позорно Нью-Касл распорядился деньгами. Ну да, они купили нападающего, болгарина, Мартина Петкова. Может быть, конечно, он бы и принес им успех, если бы он был куплен в начале сезона. Но мы этого уже теперь не узнаем. Но мы понимаем, что если у клуба премьер-лиги английской появляется куча денег, это вообще не сделает его ни разу каким-то конкурентоспособным. Деньги нужно вкладывать с умом. Если появляются деньги, нужно, во-первых, вложиться в менеджмент. Вот у Лестера, кстати, вырос здесь какой-то топовый реген, которого они купили, ну, конечно, у Лотфорда. Вот Майл Джейкобсон молодец. Он создал мощный Лотфорд, и в нем рожает регенов, как в родильном доме. А вообще, вам так скажу, что деньги в ФМ решают не все. Ну, конечно, когда команда поступает под контроль человека, она начинает выигрывать, она начинает покупать крутых игроков. Но ИИ, к сожалению, чрезвычайно глупый. Вы видите, что репутация понизилась у Нью-Касла. Денег по-прежнему 631 миллион на балансе. Покупай кого хочешь. Богатенький дядя исчез, правда. Но дело здесь не в этом. Даже с богатеньким дядей они ничего не могли сделать. Но здесь купи конкурентоспособный состав, играй, тащи. Нет. Этого сделано не было. Вырос, смотрите, как Шон Лонгстав. Это просто, ну, крепыш такой на уровне даже, возможно, кандидатов в топ-клуб. Арсенал им, кстати, заинтересован. Поэтому, уважаемые друзья, я вам так скажу, деньги не помогли. И привлечь сильных игроков нужно не только деньгами, но и репутацией. Деньги-то много у кого есть. А вот чтобы в команде были созданы все условия, вот это сложнее. Но на самом деле я сам не до конца понимаю. Я думал, что в начале эксперимента, думал, что Нью-Касл будет болтаться, ну, где-нибудь там 9-й, 10-й, 13-й. Ну, где-то вот здесь вот, как Эвертон болтается в серединке. Нет, Нью-Касл даже этого не смог. Нью-Касл вылетает через сезон. Вот это вот меня удивило. Ну, друзья, в любом случае, видео, если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, ждите новые видео, подписывайтесь на группу ВК, ссылка на нее в описании. Конечно, там и здесь, где угодно в комментариях можете предлагать свои идеи. Всего вам самого доброго, удачи!